Слава нашему Господу Иисусу Христу! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Говорит мой, он достоин славы! Я рад приветствовать вас именем Господа Иисуса Христа! А также приветствую тех, кто будет смотреть эту запись в город Киев. Мы приветствуем вас также именем Господа Иисуса Христа! Благодаря нас всех, Господь! И очень радостно и приятно находиться здесь, в Его присутствии, прийти сюда. Он планиц за Ему. И Христос сказал еще на Писании, знаете, Он говорил, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь! И мы сегодня сюда пришли для того, чтобы напитаться этим сыном. Для того, чтобы жить. Потому что не только этим хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аллилуйя! Слава Господу! И давайте обратимся к словам, к Его словам, к Господним словам. Это будет Псалом, 18-й Псалом. А Давид пишет такие слова. Небеса проповедует славу Божию, и о делах рук Его вещает вверх. Аллилуйя! День в дню передает речь, и ночь в ночь открывает знания. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа правильное, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно и все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сотов. И раб Твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Аллилуйя! Кто смотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны перед Тобой, Господи. Твядыня моя и Избавитель мой. Аллилуйя! Слава Господу, такие драгоценные слова. Действительно, когда ты находишься в присутствии Господнем, ты просто не боишься прийти перед Господом, потому что ты пришел именно в страхе, в трепете, ты пришел в раскаяние, ты знаешь, что Господь тебя принимает, ты знаешь, что ты чист перед Господом, и ты можешь узреть Господа, ты можешь услышать Его Слово, ты можешь прикоснуться к Его Слову, войти в Его Дум, и чтобы нечто Господь тебе проговорил, нечто услышать от Него. И благословит нас сегодня в этом Господе. Давайте в прославлении его чудного имени мы споем. Псалом номером 551. Это Божий дом. 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 обитания. Чтобы на время этого служения нас не отвлекали никакие мысли, никакая суета, чтобы наш канал, чтобы нам войти в Дух Господень, и чтобы наш канал был чист, мы полностью отдадимся нашему Господу Иисусу Христу. И давайте так же мы просто поступили молитвные просьбы и помолимся так же в этой молитве за, попросила моя мама из стартанин, попросила, чтобы Господь избавил от головных болей, то есть частые головные боли, они не проходят и беспокоят, чтобы Господь освободил, и так же могла свободно находиться на этом собрании. И так же сестра Ангелина попросила помолиться за Алису и Максима, это ее дети, у них какая-то аллергия вышла, чтобы Господь исцелил, и еще одна есть у нее просьба такая, чтобы Господь даровал желание детям, желание слушать Божью Весть, слушать Божие Слово и желание ходить, посвящать собрание. Мы так же об этом помолимся. Помолим. Отец Небесный, мы благодарны Тебе Господь Иисусу за то, что Ты, Господи Божий, нас вновь здесь собрал, Господь, под Твое крыло, Господь Иисус. Мы здесь сюда пришли, в Твое присутствие, Господь, это благословить Тебе славу, честь и благодарность Иисусу. Благослови каждого, кто находится здесь, Господь. Напитаться, Господь, Твоим Словом, Господь. Мы просим, открой наш слух, Господь, духовный слух, Господь, чтобы нам услышать Отец во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя также благослови, Господь, те, кто нуждается в исцелении, Господь. Маму благослови, исцели во имя Иисуса Христа, Господь. И в нем Господа Иисуса Христа мы вызываем, исцели, Господь, этой головной боли, Господь, чтобы голова больше не беспокоила, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Чтобы она также свободно могла здесь находиться, Господь. И чтобы ничего не беспокоило, не смогла войти в Дух Твой, Господь. Благослови. Отец, мы также просим благослови Сустре Евангелину, Господь. Благослови ее детей, Алису, Васиму, Господь. Исцели также Господи, да и Господи энергии, Господь. «Забери эту болезнь во имя Иисуса Христа, Господь!» И также она просит, как мать Господа, она просит, чтобы, Господи Божий, Ты, Господь, принеснулся Духом Святым, Господь, и даровал желание, Господь, этим детям, Господь, служить Тебе, даровал желание, Господь, этим детям приходить, Господь, в собрание святые, Господь, и слушать Твое благословенное слово. Господь, а также благослови ее, Господь, чтобы она правильно наставляла их в этом, Господь, чтобы она правильно сеяла это семя, Господь, в юности, Господи. Мы просим благослови во имя Иисуса Христа, даруй им мудрости в этом, Господь. Руководи ты, Господи, на собрании. Мы даем все все целое, Господь, в руки твои, Отец. Мы просим благослови также, Господи, наше прославление, Господь. Благослови Слово Твое, говорящего Слово Твое. Боже, возьми в удел, поведи ты Духом Святым, Господь. От тебе да будет вся слава, тебе да будет вся честь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Постоянно славится. Воспевая радостно. 523. Могут ли печалиться Дети Божьих с нас звать, Если рядом с ними их живи? Мне Христом дарованы все Его богатства. Он, мой царь, и больше не труи. Постоянно славится. Постоянно славится. Постоянно славится. Постоянно славится. Воспевая радостно. Воспевая радостно. Вы, невеста, счастья Твоя, Слово проявление, О котором возместил коров. Все приказы я убрал, Входим в освящение, Пусть ведет свободно Твой коров. Воспеваю радостно, Воспеваю радостно, Все приказы я убрал, Входим в освящение, Пусть ведет свободно Твой коров. Бог, Господь, несет в полу Наше безсмотрение, В имерам приятный пред Тобой. Поглоняемся Тебе, Среди окровенья, Воспеваю радостно, Воспеваю радостно, Поглоняемся Тебе, Среди окровенья, Тебе, Среди окровенья, Воспеваю радостно, Не могу я умолчать. Могут гриппенчалиться, Тебе, неводья царства, Без жених пришел, невесту взял. Без жених пришел, невесту взял. Без жених пришел, невесту взял. Аллилуйя, слава нашему Господу. Какая может быть печаль, какая может быть грусть, о чем можно простить, если мы знаем, что жених пришел, невесту взял. Сегодня у тебя какие псалмы? Сегодня ты не можешь просто петь какие-то печальные псалмы, потому что ты знаешь, что жених твой пришел. Аллилуйя. Ты знаешь, что тебя ожидает небеса. Аллилуйя, слава Господу. И ты уже идешь туда, и что на препятствие тебя это все просто не волнует. Тебя это просто не пугает. Почему? У тебя есть радость в сердце. Аллилуйя. И от этого такие псалмы. Слава нашего Господа. Аминь. Болосовит Господь. И сейчас тут квартир. Братья хотят спеть. Это 516-й псалм они споют. Занимайте. Прямо встал. Прямо встал. Прямо встал. Слава мир спал вожден. Сыну всю искупитель охватил. Воскликну я. Аллилуйя. Воскликну я. Аминь. За все Христа благодарю я. Плану Ему, бою я каждый день. Плану Ему, бою я каждый день. Плану Ему, бою я каждый день. И верим, возрастай. В Иисусе Его благоухай. Воскликну я. Айллуя. Воскликну я. Аминь. За все Христа благодарю я. Плану Ему, бою я каждый день. Воскликну я. Аминь. Воскликну я. Аминь. Воскликну я. Аминь. За все Христа благодарю я. Плану Ему, бою я каждый день. Песня «Послание» 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 Каждый день пою ему Господу, каждый день восхваляю Господу, потому что он достойен, потому что он спас, потому что он возлюбил меня, слава Господу. Давайте также еще в прославлении мы споем из старых сборников 73-й псалом. Чудный он. Твоё сердце сейчас тать наполняет, Иисус меня спас, у меня снимает. Чудный он, чудный он, милостей ко мне, Кресткий он, миром связь, он в совет и мне. Слав меня и страниц, обликает вам, Чудный искупитель моему, Аллах. Журоком он сейчас, в тех неосуждения, Господу даёт, помыть в постели. Все белые грехи, заживы, забыты, Книги небесная, гречность неоткрыта. Чудный он, чудный он, милостей ко мне, Кресткий он, миром связь, он в совет и мне. Спас меня и страниц, обликает вам, Чудный искупитель моему, Аллах. Я в союзе с Крестом, пускай завершаю, С ним общение с Крестком, радость получаю. Здесь спасение душа, в даром получила, И благодарность во мне, всё переменила. Чудный он, чудный он, милостей ко мне, Кресткий он, миром связь, он в совет и мне. Спас меня и страниц, обликает вам, Чудный искупитель моему, Аллах. Чудный он, чудный он, милостей ко мне, Кресткий он, миром связь, он в совет и мне. Спас меня и страниц, обликает вам, Чудный искупитель моему, Аллах. Чудный искупитель моему, Аллах. Аплодисменты. 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 каждым из нас. И в этот день, когда у нас особенно сегодня будет библейское причастие, библейское хлебопреломление, к которому мы подойдем, хотелось бы для начала обратиться к Слову Божьему. Почему мы обращаемся? Потому что в начале было Слово. Я прошу вас открыть, это книга Бытие, 3 глава. Само Бытие переводится это начало. Это начало всего. Это в начале сотворил Бог небо и землю. Земля уже была безвидна и пустая. Дух Божий носился над водой. То есть земля была в полном хаосе. И Дух Божий носился над землей. У него была какая-то цель. И цель была только одна. Он должен был вырастить, проявить те семена, которые находились там под водой. И он сказал, да произрастит каждый вид. семени, породу своему. Яблоко произрастит, яблоню, груша, грушу. Так им нет. Айва, айву, виноград, виноградник, дуб, дуб и так далее. И это была цель Божия носиться над водой, чтобы каждый вид семени, породы своему произрастит. А для чего? Потому что это был совершенный Эдем. И во второй главе книги Бытие, 31 стихе, увидел Бог, что все, что он создал, и вот хорошо, весьма. Это действительно было весьма хорошо. И он сотворил человека. И он посадил в этот Эдемский сад. А эта вся земля, это и была земля сотворена Словом Божьим. Вы знаете, что земля изначально не была проклята. Земля изначально не давала ни тернии, ни волксы, ни того, что мы сегодня имеем. Не было вот это ядовитых грибов, не было ядовитых растений. Все было в совершенной гармонии. Аминь. Да, мы это все понимаем. И человек тоже был совершенный. Тоже был в совершенной гармонии. Слава Богу чудному имени. Это та цель, для чего Бог сотворил человека. Я хочу сказать, человек не нуждался ни в чем. Аллилуйя. И знаете, в этом, когда мы откроем с вами книгу Бытия, 3 глава, видите, то есть Бог, Он был, управлял всем. Адам управлял всем, что на земле, а Бог управлял Адамом и... Аллилуйя. Через Адама Он уже был творящей силой. Он мог имена называть животным, давай, заметьте, да? Он мог управлять. Гора. Если скажешь, это горе, сдвинься, не сомнись, все сердце от своем, то есть второй Адам, Иисус Христос, это продемонстрировал все. И показал. И Он показал то, что утерял первый Адам, второй Адам, это что сделал? Он пришел восстановить. Вот почему Иисус Христос пришел восстановить то, что пало. А я хотел бы посмотреть, как это все пало, и как это возвращается к тому состоянию, в котором мы сегодня видим. Потому что если мы посмотрим, Бог сотворил море, небо, реки, да, вот, суши, все, что есть, солнце. А мы видим, когда мы читаем книгу Откровения, потому что Бытие начало Откровения, это мы уже получаем результаты того, что было посеяно там. И книга Откровения уже дает плоды. Мы видим, что море уже загрязнено, реки загрязнены, луна превращается в кровь. Так или нет? Посмотрите, земля дала тернии волосы. Посмотрите на людей, какие они были изначально, и какие они сегодня в каком состоянии. Почему? Потому что вошел грех. И мы видим, что как входит грех, и грех растет, точно так же и праведность должна возрасти в эти последние дни. И точно так же, как Бог отделил тогда, смейте, Он отделял свет от тьмы, точно так же и Он отделяет сегодня свет от тьмы праведностью, неправедностью. А как Он это делает? Он делает все Словом Божьим. Обратите внимание, что когда Бог был ихним отцом и желал этим всех управлять, то там в Эдеме находился так же один, одна, скажем так вот, личность, которая тоже хотела иметь владычество, которая так же желала иметь контроль над людьми. И он это сделал все так же Словом Божьим, только извращенным. Давайте мы начнем читать вот те 3 глава. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? Видите, у них было заповедь, у них было Слово. И Он сказал, что живущий этим Словом будет жить вовек. Правильно? И сказала жена змея, плоды с дерева можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая. И сказал Бог, не ешь ни, не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются, глаза ваши. И вы будете, как Боги, знающие добро и зло. И увидела же нашу деву, древо хорошо для пищи, что оно приятно для властного члена, потому что для знаний взяла плодов и ел, и дала также мужеству, и он ел. И мы знаем, к чему это пришло. Склоним нашу голову для молитвы несколько слов. Догоныш, Ебесный Отец. Это слова жизни, которые мы прочитали. И в них находится и жизнь, и свет, и Дух Божий. И мы просим Господь Бог, чтобы Ты открыл нам наши очи к уразумению Писания, наши умы к уразумению Писания, чтобы мы видели и слышали, что Боже заложено в этих местах Писание Божие. Чтобы не так, как змей тогда открыл Еве Божие, а так, как Ты открыл им, когда они шли в Луки 24 глава, отверзать ум к уразумению того, что Ты говоришь. А мы, Боже, воздаем Те славу и хвалу и благородение. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Прошу Вас занимать свои места. Знаете, мое вдохновение... Из проповеди нашего пророка в последнее время, который называется «Одем сатаны». Я бы хотел поговорить на тему восстановления в «Одеме сатаны». Потому что все мы живем сегодня в «Одеме сатаны». Я буду читать с 14 абзаца. Не возражайтесь, я зачитаю на славу. Так вот, теперь давайте взглянем сейчас на этот великий греховный день, в котором мы живем теперь. Мы можем взглянуть глазами Божьего Слова. Хорошо? Мы видим, что были величайшие дни преследования. Когда-то христиане имели преследование. Помните ли это? И когда детей Божьих поссюду предавали смерти, но видеть именно этот вражеский обман еще не было такого времени, как это, в котором мы теперь живем. Это самый рукавый обманчивый день. И когда я вижу это, приходит на ум, что христианину сегодня нужно ходить еще остороже, чем в каком-либо другом периоде. Христианину сегодня нужно ходить более остороже, чем в каком-либо другом периоде. Почему? Если мы вернемся, допустим, в дни преследования церкви Рима от дневных средневеков, полторы тысячи лет. Заметьте, христианин делал ошибку. Его выводили на арену, скармили его львами или что-то подобное. Когда по его свидетельству они узнавали, что он христианин. Но душа его была спасена, потому что он был чистым, неподдельно верующим Бога. И с радостью ставил на своем свидетельстве печать своей кровью. Когда спрывали вены, или его тело продырявили, или кровь вытекала, он пронзительно вызывался настоящей преданной верой и говорил, прими дух мой Господь Иисус. И мы знаем много таких свидетельств, когда христианина просто сжигали и подходили, даже пробивали, как им Бог, и как у Палькарпа, просто дух Божий выходил в виде голубя. И они с радостью отдавали свою жизнь. И мы понимаем, что это было такое помазание. Когда подлинно заново рожденный христианин в тех времен, он стоял за Слово Божие, за имя Иисуса Христа, не за имя Церкви, я подчеркнуть хочу, не за имя Церкви, а за имя Господа Иисуса Христа, потому что нет дрова имени данного человеком, которым держало бы нам спастись. И не ведь я не так говорила. Диане 4,12. И что пред именем Иисуса Христа приклотенится всякое колено. И они сняли за это имя. В то время, как Церковь отставила имя Церкви и хотела всех тогда подмять под это одно единое движение. Понимаем, да, это все? И вот они свободно отдавали. И заметьте, когда их сжигали, вы знаете, мне было больно, потому что они спокойно уходили. И не могли понять, что они так радуются. Что они поют псалмы. Потому что на них было помазание. Потому что они верили, что было в одним Исаха, Седраха, Вденага. Они знали, что те в огне к ним даже и капелька огня не прикоснулась. Потому что Бог был среди них. Слава чудному имени. Но заметьте, если они тогда говорили, прими Дух Господь Иисус, то теперь дьявол своей хитростью заставляет людей верить, будто они христиане. Когда они не таковы. Это и есть такое дело. И печать ставить не надо. Это самый коварный день, чем это было. Когда тебе надо было своим свидетельством печатать свою жизнь. Дьявол поставил всякие хитроумные капканы, какие только смог. Он обольститель. Иисус говорил нам, что Матфея, 24 глава, как будет в эти дни, в которые мы сейчас живем, это самые обманчивые дни. Матфея 24, 24, которые когда-либо жили. Насколько близко, что это обмануло бы избранный Божий, если бы он смог обмануть. Что восстанут уже Христи, уже пророки, дадут великие знамения, чудеса. И если было бы возможно, то прельстили бы избранных. То есть он не сказал, что не прельстят. Но если было бы возможно, то это настолько будет близко, что ты смотришь, чуть ли не Иисус Христос, а на самом деле там стыд антихрист. Потому что слово антихрист, это не так, как люди принимают. Или понимают, что-то с рогами какой-то, или сзади там на голове, или где-то там тайные тречестерки. Это не антихрист. Это понятно, что это безбожьих вопросов нет. Но антихрист мы немножко коснемся. Антихрист это проповедник Захафидов. Это тот анти-анти, это тот, кто противится чуть-чуть слову. Как берет его по-своему, истолковывает. Потому что если слово что-то говорит, то оно говорит так, как оно подразумевается. Если Бог сказал, что произрастет каждый вид порода своему, яблоня, яблоню, но нельзя здесь трещать. И как только входит человеческое понимание, сразу происходит гибрид. Правда? Заметьте, если, допустим, сравнить некоторые места Писаний, сказанных в Библии, пророчества в сегодняшнем дне, давайте сравним их с нашими дни, которыми мы сейчас живем. Что произошло с тех пор, как было посеяно ложное семя? Понимаете, что такое ложное семя? Это не то, что ты говоришь, что нету Бога, отрицаешь. А когда ты берешь Слово Божие и придаешь Ему какую-то окраску, ты его гибридизируешь. А гибрид, он всегда какой? Красивый. Но он не имеет в себе чего? Жизни. Он не имеет в себе света. Гибрид, он не может воспроизвести то первоначальное. Гибрид, это когда два семени вместе скрещены. Вот возьмите яблоко голдом. Я не советую кушать. Мы не бедим, детям не даем. Объясню, почему в нем нет жизни. Вы знаете, что оно влияет даже на тело, на наши клетки. Оно не усваивается как надо. Поэтому ты думаешь, что такое вот? Вроде бы как наелся, вот такой вот живот, а чувствую, как голодный какой-то. Есть такое или нет? А у тебя вот оригинальные яблочки, которые червивые. Вроде смотришь маленько, какая-то бабулечка стыдно продает, смотрим на тобой, что бабка продать может тогда? Вот там вот этот человек. Видно сразу яблоки настоящие, там как арбузы почти. Но я хочу сказать, и червяк их не хочет брать. Потому что червяка больше понимания, чем, наверное, у людей некоторых. Потому что червяк, он проникает туда, вглубь яблока. Его не само яблоко интересует, а семечко, которое там. Потому что червяк представляет кого? Сатану. Чель, гусеница, саранчат, уже написано, вы или пожирали дерево. Помните ли это? Оно входит внутрь яблока, и оно, возьмите яблоко разломать, и видите, о, дырка, червяк там. И посмотрите, куда он доходит. Всегда косточка. Правильно разрушается? Почему? В косточке находится жизнь. Это оригинал. Улавлен, да? И вот посмотрите, сегодня, когда человек рожен от тленного семени, что значит от тленного семени? Это не только от мужа и жены тленное семя, но также от вероучения. Это тоже тленное семя. Тогда что получается? Получается красота, но это гибрид. Запомните, ни один гибрид не сможет воспроизвести самого себя. Ни в одном гибриде нет силы воскресения. Все это понимают. Ни в одном учении нет силы воскресения, если учения не соответствуют Божьему слову. Бог дал человеку изначально свое собственное слово. Соласа, да? Аминь. И посмотрите, когда люди принимают гибрид, то что происходит? Давайте мы посмотрим пророчица последних дней, это во 2 Тимофея 3 глава. 2 Тимофея 3 глава. С 1 стиха. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, или все они очень-таки радостные легкие времена. Времена тяжкие. А причина этих тяжких времен, я помню коммунизм, мне же не 20, не 30 лет. И вы это хорошо, которые постарше помните. Так? При коммунизме, я не проповедую коммунизм в никаком случае. Коммунизм, понятно, что без Божьего Бога нет и так далее, но коммунизм был построен как бы на 50-ти цепи. от всех, да, по этому, как его, ихний лозун был, от всех по возможности, каждому как бы по нужде, вот, и по потребности, понимаете, и действительно, вот как бы был какой-то порядок, и люди жили, да, намного, как сказать, более дружно. У нас когда-то у деда там появилась там та корова, там появился тоже, знаете, ящик на телевизион, тогда эти голубые гонки, у нас все село собиралось, там хата была заполнена, единственное, у него был как-то дружно. Дома никогда не закрывались, чуть-чуть веничком прикрыто стоит, вот, потому что никто никогда не ссурует. Сегодня машину надо на две сигнализации ставить, если я ставил, правильно, нет? Дверь надо специально делать бронированную, потому что подозрение на соседа, идешь, ну разве не так? И почему? Потому что, я хочу сказать, так было посеяно. Это последние времена, это тяжкие. Посмотрите, сегодня люди, какие стали. Давайте будем читать. Ибо люди будут самолюбивы, среблолюбивы, сегодня только мысли о чем? Доллары, побольше денег, зарплата, разоворы одни и те же. Экономические кризисы, то есть люди готовы продать свою страну, продать свою родину, ради того, чтобы жить хорошо, не думая о других. Поэтому, не удивляйтесь этим правительством и так далее, которые сегодня, потому что они все помазаны именно духом сатаны. А я это докажу, Иисус сам сказал, что ты князь мира сего. Когда-то помните, сатана говорит ему, если поклонишься мне, я тебе все эти царства дам, он говорит, что ты князь мира сего, этих царств, надо говорить временно. Придет и мое царство, да приедет царствие твое, мы молимся, так или нет? Заметьте, царя быллюбивы, горды, попробуй кому-то сегодня что-то сказать, все все знают, интернет всех научил, все они, любую возьми, любую фразу, и в интернете сколько знаний наберется, и никому ничего не скажешь, надменный, злоречивый, родители непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, сегодня этот раз противосмотрели по интернету, знаете, в одноклассе кто-то выставит, там стоит временная девушка, и там кто-то сидит. О, видите, это нехорошие люди, как так можно? В другой момент кто-то там уступил кому-то место, и там уже разве он не герой, давайте классик. Да такие герои при коммунизме все герои были, попробуй не уступи тогда при коммунизме. Знаете, как мой трейлер по боксу говорил, сидят, тогда если съел кто-то семечки щелкал, пусть только место не уступит. Он говорил, я подходил, говорю, ребята, вечер, надо уступить место, это все-таки как-никак это, человек пожилой, а что, Маш, и сидит в этом. Я говорю, я так и бил по печени, что они икались, потом извинения просили, не, я говорю, что это способ так делать не надо. Я говорю, просто как были воспитаны. И весь вагон говорил, правильно, что это за воспитание такое, чему родители научили. Вот бы этих родителей выслали бы туда на партсобрание, вот бы им сделать, интересно вот. Видите, такое было воспитание. Но сегодня, сегодня, знаете, кто-то уступит и все, ну ничего себе, вот это да, герой. Это не герой, это просто нормальное моральное поведение каждого человека, как мы должны жить. Но это никакого отношения не имеет к нашей вечной жизни. Никакого отношения не имеет к спасению. Потому что правильной верой же будет то, что слово говорит. Давайте дальше будем читать. Непримирительный, да? Клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели. Он тебе, я говорю, не только родину предаст, знаете, предатели. Есть такое или нет? Да. Наглый, напыщенный, более сластолюбивый, нежели боголюбивый. А теперь внимательно, ком это все речь еще пришла? Имеющий вид благочестия. Вы знаете, что такое вид благочестия? Это набор шлювитка. Это благочестивый, ты смотришь, ой, это человек верующий. Он еще специально, особенно так будет одет. Особенно такое, знаете, и Библия же не в руках еще будет. Имеющий вид благочестия, но заметьте дальше, имеющий вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляются. И к ним принадлежат те, которые крадуются от дома и обречают женщин и так далее. И тогда вводим их разными походами. Так о каком это речь идет? Это идет речь о современном христианстве этого времени. Христиане. Иногда стыдно, знаете, послушать за поступки некоторых христиан. Когда начинают говорить с кем-то Господи, а не надо, у меня там есть водитель, баптист, я уже сталкивался, все, спасибо. А не надо, у меня есть там со свидетеля, о, мы там есть. И когда начинают, говорю, слушай, при чем здесь баптист, при чем здесь свидетели, при чем здесь адвентисты и так далее. Мы с тобой говорим о христианине. Христианин это последователь Слова Божьего Иисуса Христа. Христианин это не член какой-то церкви, какой-то секты, какой-то общины. Христианин это тот, кто родился от Слова Божьего. Христианин это тот, кто родился, получил новое рождение и в нем новая жизнь. Вот и все. А мне, говорю, примеры такие, понимаешь, они мне неинтересны. Потому что для того, чтобы судить христианин или нет, посмотреть, что говорит Писание об этом человеке. Понимают, да, это все? Да. Вот так вот такие пророкия, которые сегодня исполняются. Та же книга Откровения мы видим 3 глава 14 стих говорит о ладикистском периоде церкви. Какой будет церковь в этом последнем периоде? Мы помним, да? Он говорит, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, сидишь, как царица, только без царя. И он говорит, имеющий ухо, да слышишь, что дух говорит, к кому он обращается? Ну, церквам. Он не обращается к пьянице, там, блуднице, кому-то, а к церквам. Он сейчас пьяница, блудница, там, и, допустим, с ней чистится. Это понятно. То есть, он, когда попадет на суд, это понятно, за что он там находится, когда выносится ему, да, приговор. Но тот, который назвал христианином, вот этот будет больше всего поражен. Сколько людей мы видим через Писание верующих, но они, основной процент идет куда? Прямо в ад. Да. Возьмите богатого юноши, который от веры Христа, человек, который западе вроде исполнял и оказался там. Возьмите того богача Лазаря, богач и Лазарь, который попал, будете, Луки 16 глава. Лазарь сидит на лоне Авраама, а тот там говорит, дай мне хоть это, отче, да, Авраам, дай мне это, хоть отперестань немного, вот тут такая это, пекло такое. Он говорит, да как мне уже сюда? Здесь нет, говорит, между нами расстояние не могут оттуда попасть сюда. Но говорит, тогда иди и передай это братьям моим, чтобы они, если говорили, да, что если там воскреснет, то, говорят, если кто и воскреснет, все равно не поверят. У них есть закон Моисей, пророки, пусть они ему верят. Видите, оказывается, он беспокоился, в нем была, но тем не менее, он туда попал, почему? Потому что он не реагировал на Слово Божье, он реагировал на ту церковь, в которой он тогда был, фарисеи, садуги, он был обольщен тем учением, которые имели вид благочестия, которые поклонялись традициям, преданиям старцам, вместо того, чтобы служить живому Богу. И это семя они сеяли в людей. И это семя было гибридное семя, вот почему он не мог воскреснуть. Понимаем, да? Аминь. Так же ладикинский период церкви, но так как ты тепл, сказан в нем, а не горячий, не ли холоден, внешне только умственное понимание Евангелия, поскольку он сказал, ты того такой, я изверну тебя из уст твоих. Бог это сказал? Он это сделает или не сделает? Сделает. Более, такими словами, его тошнит от вида церкви в таком состоянии. И помните, этот период и знал его. Он говорит, вот стою в двери и стучит. Если кто услышит, голос мой. А что это за голос? Голос слова. Оригинального слова. То войду к нему, куда к нему? Вот сюда. И буду вечерять с ним, и он со мной, побеждающим, дам, что? Сесть на престоле моем. А что мы должны победить? Мы должны победить в состояние это, ладикию эту. Вот эти вот разные влияния, которые идут со стороны. Вот что мы побеждаем. А как мы побеждаем? Мы просто этого не принимаем. Почему? Мы смотрим в Слово Божие. Есть ли это Слово Божие или нет? Если этого нет, тогда, как говорят на Молдавском, Ларе Ведере. Правильно? Да. Видите? Поэтому запомните, сегодня Богом этого мира, я буду дальше уже читать, которому поклоняется сегодняшний мир, является Сатана. Точно. Но именно таким образом Сатана это и сделал. А вы скажете, не, ну подожди-ка, мы же проповедуем Слово Божие, мы же Библию проповедуем, правильно? Как сегодня говорят, мы же Библию проповедуем. А взгляните сюда мой отрывок, вы только что прочитали. Сатана-то и был как раз тем, кто первым проповедовал Еве, что слово. Ведь он же сказал, Бог сказал, видите? Что цитировал Сатана? Видите, первое проповедение, кто был в Идамском саду? Змей. Он умел говорить. Именно в змея мог войти Сатана. Потому что на месте, где должна была быть душа у змея, заметьте, туда вошел Сатана, и он начал проповедовать. Это единственный, кто был между шимпанзе и человеком, он ходил прямо линейно. Я надеюсь, если бы это был бы тот змей, который прибежал бы там на эту к ней, то я уверен на 100%, я бы убежал. Правильно или нет? А так Библия в Языкиля 28 говорит, что ты находился в саду, в каком? Божьем, в саду Эдема. Ты был красив. Аминь. От красоты твоей, что? Возгордилось сердце твое. Значит, гордость и последнее время люди будут горды, самолюбивы. И ты сказал, зайду выше сынов Божьих. И так далее. он был красив. Значит, он этой красотой подошел к ней. И что начал делать? Он начал проповедовать Слово Божие. Он взял то, что Бог изрек, и он начал ей проповедовать. Так произошло или нет? Да. Мы это видим. И запомните, он просто истолковал. Это подтолкование он делал. той части Писания, которая относится к определенному дню. Он даст вам узнать, что все, что Иисус сделал, было совершенным. Как он сегодня проповедовал? Он берет Слово Божье. Он может рассказать все, что делал Иисус. Так совершенно, то, что делал. А сегодня же не секрет. Всем прочитаю, понятное дело. Как он там прокаженных исцелял, как он любил, как он и занял весом. Так или нет? Как его распыли. Он вместе со всеми может расплакаться даже. То есть, он это может все рассказать совершенно. Он даст вам узнать, что все, что делал Моисей, было совершенным. Но если ты возьмешь обетование, обещание, которое они дали на этот день, Моисей, Иисус и так далее, все пророки, тогда сразу же говорят, ну, это относилось к другой эпохе. Есть такое или нет? Ну, это имеется в виду. Это было для коринфян. А мы киевляне или пельчане. Друзья, мы Иисус Христов вчера и сегодня в веке тоже. Бог не изменяется. И нельзя относить слово к какой-то там эпохе. Все, что ему нужно сделать, это заставить людей поверить этому именно таким образом. это все. Ибо ты же не можешь не отнять ни одно слово от этого и не добавить одно слово к этому. Но вот это он и делает. Люди из-за своего невежества поклоняются сатане, думая, что они поклоняются Богу. Поскольку пророчество нас предупрежает во втором Фессалоникийце. Можете открыть. Давайте прочтем. Во втором Фессалоникийце вторая глава. с первого стиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Так или нет? И нашим собрании к Нему. Видите? Пришествие Господа и нашим собрании к Нему. Когда Бог соберет свой народ к себе последние дни в собрание людей для Господа. Не к церкви он обращается. Заметьте. Господу нашим собрании к Нему. Когда Он соберет народ последние дни. Не к церкви. Слышите, как здесь четко и ясно написано? Заметьте. Не спешить колебаться умом и смущаться от Духа ни от слова, ни от послания как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов, День Господа. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет до поля прежде, что не придет отступление и не откроется человек греха. Видите, человек греха. Теперь смотрите, кто он. Откроется человек греха, сын погибели, то есть Иуда. Кто был человек греха, сын погибели? Кого в Библии называли? Это был Иуда. А кто же такой был Иуда? Тот, который налетел на Христа? Нет, это был человек, который был другом Иисуса, Иисусал сказал, друг, зачем ты продаешь его? Друг назвал его, раз, тот, который имел силу и власть, ходил и занял весом, исцелял, исцеление. Кто был такой Иуда? Кто помнит дальше? Тот, который был казначеем, носил ларец, с денежками, правильно? Что делал Иуда? Проповедовал. Идите, проповедуйте, когда он избрал 12, а потом 70 учеников послал, по двое, значит, он и проповедник, оказывается, неплохой был. Но написано, человек греха, сын погибли, и его тяга уже тогда была к деньгам. Посмотрите, он следовал за Христом, но был привязан к деньгам. Он был вором, он не был рожден и заново. И у него это, понимаете, в нем оно осталось. Он не был предназначен к тому, чтобы принять Святого Духа в дальнейшем. Этот человек греха, в Библии говорит, должен открыться в последние дни. Человек один, не два, не три, не четыре. Он, написано, откроется в последние дни. А в какие последние дни? В эти. А почему в эти? Когда оно придет отступление. От чего должно произойти отступление? Отступление от слова. Этот ладикистский период, он отступил от слова. Вот почему они сегодня в таком состоянии. Горды, напышны, имеют вид благочестия. Именно вперед отступления подбал Гавриша, вы не переживали. День тот придет тогда, когда произойдет наступление. А это сейчас. Откроется человек греха, сын погибели. Давайте дальше будем читать. противящийся и превозносящий себя выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог и выдавая себя за Бога. Видите, это и есть обращение сегодняшней церкви. Сын погибели, дьявол. Когда люди поклоняются сатане, в эти времена думают, что не поклоняются Богу, но не поклоняются Ему, сатане, через учение, созданное людьми, конфессии, вероучения, привели к такому величайшему обману людей, которого мир еще не знал. Сколько бы ни было обетовано Словом Божьим для этого дня, проповеданное подтверждено, они все равно не поверят этому. Этот человек, греха, сын погибли, число 666, число человеческое, это должно будет проявиться именно в эти последние дни, человек, который сядет в храме. А теперь посмотрите, изначально кто сел в храме и начал отпускать людям грехи. 325 год, Никейский собор. Когда Римская империя, она развалилась на две части, произошло падение Римской империи на восточную, западную, и он восстал Рим, как папский Рим, и они посадили папу, одели на него эту тройную корону, и он стал называться викари, пили, то есть наместник сына Божьего. И сегодня он стал посредником между Богом и любви. Ну, Библия учит. Один посредник между Богом и человеком это человек Иисус Христос. И вот сегодня люди обольщены, когда приходят и исповедуют кому-то, и кто-то говорит, прощаются тебе грехи. Где вы такое нашли в Писании? Вы мне ответите. Но люди почему-то этому верят. И написано, что поклонятся многие чимена не записаны в книгу жизни отца от основания мира. Это есть обольщение первых, кто именно воссел в храме, это был именно Папа. И заметьте, написано, что дух коронаварь, а также дух может короновать, когда он входит в человека. И это произошло первое отступление от Слова Божьего после дня Пятидесятницы. Потому что в книге Деяний День Пятидесятницы это была оригинальная, совершенная церковь. Они проявляли, посмотрите, книгу Деяний, как они крестили. Никто не крестил даже в Троицу туда. Все крестили во имя Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как они действовали духом, как они собирались по домам, они никому не нравились, кроме своих. Никто не мог пристать к этой церкви из посторонних. Потом спрашивают, брат у вас так мало? Я говорю, потому что из посторонних никто не пристанет. Если кто-то придет с посторонних, захочет тут моду свою, или рок-н-роллы какие-то свои, или еще что-то, оно просто здесь как-то не воспринимается. И он видит, что не находится места и уходит себе спокойно. Правильно или нет? Потому в последние дни церковь будет точно такой же восстановленной, как она была в день Пятидесятницы. И вот после того, когда они отошли, когда они посадили человека, и посмотрите, только посадили человека, сразу пошла иерархия. Один по другим, кардиналы, иеритам, епископ, архиепископ и так далее, и так далее, целая уже образовалась система. А после этого велось учение. А какое было учение, кто помнит? Если кто не будет следовать нам, мы одна единая. И что они начали делать? Убивать христиан. И тогда это легко было видеть эту инквизицию, и легко было видеть христианина. Он видел, что это неправильно в лоне этой церкви, и себя тогда христиане не утешали. Ну вот я примкнул к этой церкви, начну там индульгенции покупать, ну я же буду Господу поклоняться, это не работало, истинный христиан не мог, это христиан не мог. Но в этом периоде времени посмотрите, как все смешивается, и они все входят под одну главу. Все конфессии полностью, они находятся под одной главой. Попробуй сегодня, наступит время, когда узнают, что там нерегистрированные, там они не принадлежат никому, начнется давление, потому что уже приготовлен указ. Этот указ, как гни Даниила, он уже находится там, в сейфе, под тумбочкой, и в один из дней только будет указ. Знаете, кто этот указ даст? Папа Римский. Человек греха. Именно он задает тоннему миру, а люди не знают, а люди думают, о, Сирия, о, там Обама мерик, о, там Путин нападает, и так далее. Друзья мои, это все политик, политик, это все цари земные, но здесь намного выше стоит. Заметьте, единственный Папа Римский, который имеет тройную власть сегодня, он имеет религиозную власть, он везде, в каждой стране, правильно или нету? Путин не везде, этот сегодня. Порошенко несчастный, тоже не везде, правильно? Обама несчастный, тоже не везде, они только у себя, они пытаются, но не получился, по какой причине, потому что Папа Римский, он везде, почему? Религиозная власть, и сегодня, куда он не приедет, они все ему поклоняются, заметили? Все, поголовно все поклоняются ему, преклоняются пред ним, в любую страну, куда не приедет, даже Израиль уже сегодня входит с ним в альянс, а в Библии разве не написано в книге Даниила, что он нарушит завет с евреями, с народом Даниила, значит, он их тоже польстит лестью, посмотрите дальше, он имеет религиоз, он имеет политическую власть, ему стоит, и написано, что он делает все это не своими руками, правильно? И он имеет также демоническую, религию, политику, экономику у него в руках, 60% мирового запаса, у кого находится? Ватикан. Они еще с тех времен сколько денег понасобирали за эти индульенции. Когда наш пророк пошел туда, в Ватикан, помните ли, там все было на миллиарды, миллиарды, там золота и так далее, как посмотрел, я богаче не видел церкви. А разве Библия не написана в Откровении 17, что-то женщина, женщина всегда представляет церковь, которая была убита кровью святых. Посмотрите, она имела чашу и все цари земные упивались, а вино от Откровения. Они получали возбуждение от того, что говорят, посмотрите сегодняшнего папу, друзья, это такое обращение, люди не подозревают. Он сегодня таким ангцем представил себя. Он стульчик уже золотого пересел на скромный такой, деревянненький. Там он сел, а на самом деле, вы же не знаете, что за этим стоит, но нас Библия учит, что человек греха этот откроется, что именно на него будет ставка. И все сегодня епископа, епископа пятидесятнические епископа, баптистские, моги, сегодня, которые побывали с ним вообще, они не пришли, все вот такие, даже Билигрейм и тот попал. Они говорят, там такая атмосфера, конечно, там атмосфера. А в Адемском саду там не атмосфера была, когда Ева тоже, как он хорошо говорит, а может действительно попробуем, и глаза наши откроются, понимаете, это настолько обрещающе, если бы мы смотрели бы в начало, какой бы совершенный Адем, и как все было прекрасно, хорошо, только человек отошел от слова, что начало происходить, земля стала проклятой. Сразу же рожгается, Каин, Амель, сразу рожгаются два семени уже. Земля, точно как Ева, она тоже представляет, как земля, потому что в ее утробу было посеяно два семени. Было в ней семя Божье, семя Адама, и было в ней семя змея. и она произвела двойню. И Бог, Господь, должен был дать жизнь и тому, и тому. Правильно или нет? Да, правильно. И посмотрите, Каин был бунтарем, Каин был поклонником Божьим, или нет? Написано, он пришел и поклонялся Богу. Есть такое или нет? Но он бунтовал против Бога. Он не соглашался. Он не хотел сделать так, как делал это Амель. И что он во концовке сделал? Он идет и убивает брата. Значит, мы видим, что из этого, заметьте, религия производит потом войну, производит породу своему семя. Правда? Почти, война на почте религии, а раз в последнее времени то же самое происходит, как они грызуются и так далее. Ладно, я больше еще зачитать. Поэтому и что делает сатана? Он пытается сегодня преподнести какую-то религию или преподнести что-то такое, понимаете, и утвердить это как заистину, чтобы Бога-то принял. Но вы знаете, что нельзя приносить Богу то, что вам хочется приносить. Нужно приходить Богу так, как Бог велит приходить. Не так, как тебе хочется. Очень часто люди сидят и что-то хотят получить, но так, как они этого желают. А ты посмотри, как в Библии написано. Как нужно приходить. Давайте мы откроем с вами книга царства, первого царства, пятнадцатая глава. вы помните, был такой Саул. Кто помнит Саула, по-другому? Все читают Саула. И когда Господь через Самуила, пророка, говорит, так пойди, возьми этого Амарика, уничтожь его, уничтожь детей, не оставь никого, даже детей уничтожают. Ну Саул идет, оставляет потом от скота, он говорит, даже скота Бога уничтожит, он оставляет самую кучную скотину, оставляет детей, Амарика, царя. А зачем ты это сделал? А он же хотел принести Богу жертву, себя проставить, показать. И видите, за то, что он уничтожил тогда Амарика, мы видим, почему Бог говорит, уничтожить детей. Знаете, многие люди, которые, как сказать, интеллектуально подходят к Евангелию, говорят, что это за такой Бог, что он сказал детей убивать. Вроде, да, как-то Бог говорит, детей убивать. Что-то мы не можем понять. Боже есть любовь, Боже это мы так можем мыслить. Но надо понимать, что два семени идут от Адемского сада. Семя змея религиозная, которая убивает детей Божьих и семя Божья. И вот как раз таки Амалик это был правнук Исава. А Исава это тот, который Бог возненавидел, который продал первородство. И когда он уничтожил, не уничтожил Амалика, посмотрите, вот эти детки, они потом выросли и стали теми, кто убивал народ иудейский книги Исфирь. Через него пришел Аман в Угиянин, который сделал весь этот заговор. Поэтому прообраз оставляя маленький какой-то грех, он потом вырастет в большую злобу, в большую ненависть, в убийство. Поэтому Саул смотрел как на маленькое такое дитя, посмотрите, когда ты берешь это маленькое дитя, он еще плачет, птичку мамону просит, такой хорошенький, спокойный, кушает себе, ну как можно такое убить? Ну правда? А Бог знал, что в нем находится, что это потенциально будущий убийца его детей. Бог знал это в Новом Завете? Это отдельная тема. И давайте будем читать 19-й стих. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло предачами Господа? Я сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа? Вдумайтесь, сейчас ты брешет, врет конкретно, я послушал гласа Господа, ну где ж ты послушался? Он дальше говорит, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амалийского, Амалика истребил, так ты послушался или нет? А перед этим он говорит, уничтож всех, он недопослушался, ведь он начинает уже оправдываться и искажать свои действия. Народ же из добычи из овец и волок взял лучше и заклято, я же не для себя взял, а для кого? Для жертвоприношения Господу Богу твоему, Болгария. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа. Он говорит, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше пука овнов, ибо непокорность есть такой же греш, что волшебство и противление тоже, что и дало поклонство за то, что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И мы видим, что Бог мазал Давида, Ана Сула сходит злой дух. И мы видим здесь, что Саул, посмотрите, он отступает от изреченного слова, которое изрек пророк Самуил. В этом видели? Он отступил, правильно или нет? Но когда Саул отступил от слова, смотрите, он принес самую лучшую жертву, самых лучших балов, козлов. Это было красиво или нет, что сделал Саул? Глазам, конечно, смотри, какую жертву, вот молодец парень, ну, не себе взял, нет, а для Господа несет. Вот это, понимаем, вот этот царь, вот он, как он любит Господа. Но Самуил говорит, что послушание лучше жертвы только овнов, то, что ты сделал, из-за это, говорит, ты не можешь быть царственным священством, и от тебя отходит Дух Божий. И написано, Дух Божий оставил, 16 глава, 14, от Саула отступил Дух Господний, возмущал его злой Дух от Господа. Итак, теперь слушайте очень внимательно и поймите одну важную миссу, это то, что произошло в этом периоде времени, то, что происходит с церквями и то, что происходит с личностями. Когда человек, слыша Слово Божие, и он от него отходит, то его автоматически поражает злой Дух. Когда церковь, а вы же прочитали, до поля не придет отступление, отступление чего? От слова. И когда происходит отступление от слова, то мы видим, на престол сходит кто? Сатана, человек греха, сын погибели, религиозный Дух ходит. Вот почему сегодня, в этот период отступления, когда человек, повторяю, отходит от слова, то он становится очень хорошим объектом для того, чтобы в него вошел злой Дух. Не важно, как он себя будет выражать или проявлять. Вот почему мы говорим с вами, нужно держаться только оригинально чистого Божьего слова, не отходя ни направо, ни налево. И для того, чтобы уразуметь многие тайны в последнем времени, нам нужен пророк, как был и во дни Саула, нам нужен пророк, как был во дни Моя, нам нужен пророк, как был во дни Авраама, во дни Вавилона, так или нет? Нам нужен пророк, как был во дни Моисея, пророк, как был во дни Иисуса, Иоанн Креститель, пророк Духи Силе и Левитя, который именно укажет и покажет, и когда отче откроется, ты действительно, а сегодня самый величайший пророк, который есть, это сам Святой Дух в нас, который и придет, и научит, и наставит на всякую истину, и у вас будет тоже помазание, что у них, кстати, как легко и просто, только держись образца этого слова, но когда это будет необразец слова, я говорю, гибрид Богом не принимается, никакой гибрид Богом не будет утвращен, и человек может самогибридизировать себя, поэтому пусть для меня оставайся таким, как есть, может, со своими какими-то трюками, но оставайся естественным, но позволь Богу с тобой работать, открой сердце для Господа, Господь, у меня столько всего есть, не могу справиться, и ты возьми просто, пусти слово, а ведь слово имеет силу, а ведь слово имеет, что, власть, и когда ты пускаешь слово, то это власть, Слово Божие, изгонит изнутри тебя, Царствие Божие уже силен берется, аминь, аминь, отступление, отступление от слова, то отступившая церковь, отступивший человек, отступившая личность, не важно, он получает знак отступничества, ведь Каин, когда он отступил от того, что Бог повелел, но он пришел со своим поклонением, это у Бога не принялось? Не принялось. Что происходит потом? Происходит потом убийство, и он дает ему знак, знамение, правильно? Первое клеймо, то есть клеймо, что такое клеймо, это клеймение, или же знак, знак того, что он отступил, это был знак отступничества, это было клеймо зверя, божье зверя, это сила, и в отступлении тоже находится сила, все понимают это? Когда человек отступает от истины, это должна быть сила, которая человека, понимаете, оттянет от этой истины. И человек будет сильный, но сильный не в Божьем слове, не Бог в нем будет сильный, а он будет иметь силу от сатаны. И любая человеческая сила, запомните, это не Божья сила. Если сила человеческая не воспользуется Божьей силой, тогда это только человеческая. Я могу кучу этих примеров привести с Писания. Иисус Нарин, когда Израиль побеждали, этих великанов и Давид, так или нет. Я могу показать также и Самсонов. Что думаете, там Самсон такой амбал был, мистер Олимпиаш, там ого-го. Нет, там такого невысокого роста, какие-то всем косичи, так или нет. Неженка, бабник какой-то. Там постоянно у него проблемы с женщинами были. Но он был на заре, посвящен от Господа. Изначально не пил сикера, вина. И написано, когда Дух Божий сходил на Самсона, что он делал? Он побежал тысячи пилистемлян. Какая-то трухлявая кость осла, помните, в Писании, идет это, и прямо шлемы разбивает. Там же шлемы, извини меня, они вот эти немецкие каски были. Там серьезные были шлемы у них. И оно разбивало прямо эти пилистемляния, только падали. Почему? Дух Божий сходил на Самсона. Поэтому, когда человек, этот маленький Самсон, дотрагивался, такая сила из него исходила. Видите? Потому что человек, когда полностью посвящен Господу, он всему лучшему. Но когда человек отходит от слова, он просто начинает применять свою силу. А что это за сила, друзья мои? Сила знания, сила науки, сила образования, сила интеллекта. Посмотрите, когда Каин получил клеймо зверя, клеймо отступничества. Что он начал делать? Он сразу же уходит в землю, он начинает строить города, он начинает строить цивилизацию, он начинает научное достижение. Что начинает дальше происходить? Начинается сразу же Тувалкань, пока на линии. Он становится Кабачом оружием. Так или нет? Мы видим Афусал. Мы видим тех, которые начинают там играть. Ламех начинает уже песни водить. Он уже играющий. И посмотрите, какие песни были. Песни, которые имели в себе дух извращения. Потому что он имел уже тогда двое женства. Ада и Цила, две жены. А Библия говорит, что Бог сочетал того человека. Да? Муж и жена. Одноплоть. Он уже имеет две жены. И он уже поет песни. А двое женствует. А еще вы думаете, это начало передаваться дальше. Посмотрите, как оно начало передаваться дальше. Ведь когда же начало цивилизация, тогда начали строить города. Библия так нас учит. Может там не описывается конкретно, но Библия говорит, что он начал строить города. Назвал честь сына своего. Правильно? А раз строятся города. Значит, в городах уже целая индустрия. Правильно? В городах уже и музыка. Значит, были уже преподаватели на эти музыкальные инструменты. Началось это все открывать. И мы видим, как детей начали обучать в школе. И дети Каин написано. Это были издревле славные люди. Вы знаете, что даже ученые докажут, что наука до потопа была превыше, чем сегодня. Пирамиду до сих пор не могут разводить. Это тайна. Одно из чудес. А они тогда строили. Для них это было не тайно. Уловите мыс. И это не пирамида этого Хеопса. Оно было до потопа тоже же доказано. То есть, видите, насколько тогда была развита наука. И когда пришел простой фермер Ной, и он начал говорить, вы знаете, дождь пойдет. Да ну, какой? И они научно доказали, что дождя никогда не было и не будет. А это простое послание, которое было послание веры. Простого фермера Нойя. Посмотрите на линию Сифа. Вместо Абеля. Они были простые пастухи, простые фермеры. Но они были с Богом. Аллилуйя. Енох ходил с Богом и не стало его. Бог, написано, забрал его седьмого Тадама. Пробра седьмого периода церкви. Аллилуйя. Видите? Но те зато начали. И посмотрите, какого шел вагоразрад. Вошел грех. Вошел насилие. За счет чего? Человек отступил от слова. И что он начал применять? Силу отступления. Сила отступления это сила знания. Научного знания. Научного постижения. Я не против науки. Мы сегодня пользуемся мобильными и так далее. Так или нет? Надо же правильно пользоваться. Мы просто берем это, используем для славы Божьей. Аминь. Видите? Но они это использовали против Бога. И стали врагами для Бога. Сегодня люди больше делают ударение на медицину, нежели на божественное исцеление. Хотя сегодня сами уже ученые не покрывают многие тайны в медицине. которые говорят, знаете, что человек тоже не умывательный, если вы возьмете его, который лечил, лечил, да, летчиками занимался. Тоже не умывательный. Говорит, вообще-то человек сам по себе создан, да, он имеет самоисцеляющую силу. Ему рот закрывает. Человек неверующий, такие вещи говорили, так или нет? Говорит, вообще-то нет никакого даже рака. Нужно, говорит, просто правильно это увидеть. Я думаю, аллилуйя, вот это да. Видите, люди, которые ученые, сами доказывают, но они просто закрывают рот. Почему? А им невыгодно среднолюбивые, потому что тогда, если люди увидят тайну самоисцеления, тогда позакрываются аптеки, а закроются аптеки, закроются фарм-предприятия, а закроются фарм-предприятия, какие-то большие люди останутся без понимания. Правильно? Вы понимаете все? Это все, где мы сейчас живем, это есть Эдем Сатаны. Вот почему говорю. Но в этом Эдеме Сатаны, в котором мы находимся, Бог производит, что вы думаете, что? Восстановление. Бог восстановит в последние дни церковь, народ, которым будет малое стадо, но который будет полностью посвящен Божьему Слову. И я хочу сказать то, что достигла наука, то, что достигает научные вот эти вот открытия. Посмотрите, Бога-то давным-давно уже было. Вы думаете, вот эти вот радио, телевидение. Вы знаете, оно давным-давно было. Даже наши голоса, мы говорим, это записывается. И вы знаете, что на суде Пелого Престола, когда пристанут грешники, потому что святые будут судить мир, мы понимаем. Вы знаете, что когда воскресенье происходит, то те, которые умерли во Христе, Библия говорит, они восстанут в новых телах, прославленных телах, и будут судить мир. Но грешник, который не принес Слово и был отступником, он восстанет именно в том теле, которым грешил. Если он умер от СПИД, он восстанет со СПИДом. Если умер от СИФИЛИС, он восстанет от СИФИЛИС. Если умер от Гордыни, от Усокомерной, он восстанет Усокомерной именно в этих телах. их воскресить их тела который был восстановить то же самое тело и на суде белого престола перед каждым будет на небе такая картина прокручена его все жизни больше библия так учит покровение 20 глава там написано такие слова что и суди сели на престоле и раскрыта были книги так или нет и на книга жизни и кого не было записано чих имен в этой книге тот был брошен в озеро горячий огнем и серы и на и книги раскрыты эта книга это было книгам естественно жизни человека каждого дела все фиксировали фиксировались фиксировались и на суде белого престола каждое гнусно сказанное слово она только жив на экране бах на экране бах на экране и потом эти люди будут брошены туда возле ровня на горячий огнем и серы будут судимы в тех же самых телах но благодарение богу заметьте те которые ращены были именно от нетленного семени как написано 1 петра 1 глава 23 си возрождены как нет от летного семени а вот нетленного которое есть что с собой пребывающие во век то для того чтобы судить мы уже будем тех новых телах и заметил что если мы будучи гречниками ходили по этой земле услышите ходили гречка по этой земле как же наши дела фиксировались ага владимир тарасенко в три года пошел садик забрал у одного мальчика машинку это же машинка второго мальчика ударил по голове видишь миша как это все фиксируется и бог это все фиксируется а пошел в школу а соврал учительница соврал маме а украл карандаш украл машинку она пишется пишется и а это же все грех этот грех что он присутствие больше попадет или нет не попадет и потом получается человек становится что уже автоматически осущен но потом его жизнь наступает другой этап когда он начинает слышать слово божие и он начинает слышать и так оправдавшись верой ребенок мы имеем мир с господом нашим и спасителем иисус оправдавшись с верой и так библия говорит покайтесь и да саму как дальше написано аминь видите покайте значит ты должен покаяться и креститься это не то что ты пришел в храм и он не работает друзья мои покаяние осознанно покаяние что ты гречешь ты неправильно жил что ты был врагом тем самым потому что ты жил своими похотями а мы не принимали думал ты бог примет нет она не примется и ты приходишь на основании его условий покаятись и докреться за каждый из вас во имя иисуса христа для чего для прощения грехов и получите значит прощение грехов это та твоя книга где писали все твои поступки она бросается библия в море забвения в море забвения и когда все твои дела замечу через покаяние вода крещения все твои делишки закинут в море забвения и ты стоишь чистым ты стоишь чистым перед богом и оправдавшись верой аллилуйя вот это настолько прекрасно и в этом эдеме сатаны ты имеешь силу побеждать ты имеешь силу противостоять ты имеешь силу заметьте мы имеем силу если мы принимаем христа в свое сердце то библия говорит нам что если же дух того временно смогла кто воскресил иисуса из мертвых живет в наших сердцах то воскресивший христа из мертвых воскресит и наши смертные тела значит воскресение уже находится в вас когда вы что рощены от слова божия то есть рощение свыше от воды и духа и воскресение уже внутри вас и процесс уже пошел вроде бы знаешь вот ты как был таки остался ты только поменял ну конечно сестры начали одеваться как прилично святые братья поскидывают идет шортики начали одеваться как лично святым так или нет не смотрит что был таким занимался своими делами теперь у него интерес царству божьему божьему делу он начинает себя видеть сколько у меня есть какой-то даже дар о так оказывается не зря мама с папой заставили пойти музыкальную школу да саша хотел играть у него заставляли раскрыть ко мне тянуло к этому а богу смотрел еще что должен служить именно так и он призвал а те кого он призвал те что он предопределил и поставил и прославил быть сынами дочерями большими и мы видим что римлянная буду заканчивать 8 глава говорит нам такие слова что я так процитирую что вся природа творение сегодня стенает ожидая проявления или же откровения сыновей божьих и земля она понимает что бог создал ее не для того чтобы сатана не управил когда бог создавал человек он сказал да владычествует мой сын над землею но не сыны лукавого и поэтому она сегодня стенает ожидая вы понимаете эту мысль когда сыны божьи восстанут на этой земле поэтому когда действительно наступит это восхищение захват церкви и мы сюда придем этих новых с вами телах и земля это написано земля тела на нее заря то есть какие дела мировой порядок он будет уничтожен а земля останется тоже этот святой огонь самый лучший дезинфекция это какая огонь конечно а ты не просто огонь за это пожар какой-то а это божий огонь с неба как было в одни содома завете начальному из болота и потом он спалил аллилуйя это будет божий огонь с неба и все это благодаря чему мы имеем вот эти все послания то что мы сегодня с вами это все мы имеем благодаря нашему искупителю и спасетелю господу иисусу христу честь ему слава и благодарение во веки веков что аминь аминь и мы сегодня собрались здесь для того чтобы знаете при этом причастие причастие это знаете не то что пришел причастился вот должен быть принято богу согласно с этим потому что сегодня куча поклонение но не напрасно мы сегодня ехали по дороге увидели тоже там какой-то вот я говорю представляешь сколько поклоняется и напрасно надеюсь а вдруг он упринется а вдруг может бог как-то узрит или же наоборот уверенно представляет бог вот вот ты должен принять вот это правильно за это навязано люди создают учения люди создают понимание люди создают традиции вот они утверждают каких-то там этим какими-то шишками великими какими-то интеллектуалами там или знаете знахарями какими-то якобы это писание нет утверждают как правильно да мы согласны но бог тоже не согласны думает что они поклоняются бога на самом деле это все инструмент рукой делал поэтому сегодня церковь настоящая царь когда-то библии так выйдите из нее отделитесь и я буду ходить вас богов ли потому бог сегодня заметил в период отступничества от слова бог восстанавливает церковь и теперь еще один такой момент посмотрите что сатана хочет подражать всему когда бог создал эдем и он посадил туда человека чтобы человек что делал управлял всем и сатана тоже и посмотрите богу пришлось шесть тысяч лет трудиться над тем потому что один день это как сколько тысяч лет пётр сам сказал и псалмах тоже написано но шесть тысяч лет трудился чтобы создать божий совершенный эдем без греха без инфекции без ничего и он сказал весьма хорошо и человек радуса дьявол взял шесть тысяч лет чтобы тоже что сделать воцариться и вот этот человек греха сын погибли когда действительно сейчас начнется это давление то зверо платиться в человеке он сядет в этом эдемском саду и он будет править будет мировой правитель который будет править всей этой земли будет единая система но не долго поэтому он не просто будет брать он попытается уничтожить всех кто будет не согласен с ним но бог сказал он свою церковь что заберет восхитит посетит прежде чем что-либо с ними произойдет и потом он убьет его духом усы и потом очистит эту землю для того чтобы прийти и вновь праве здесь вы миллениуме тысячелетнем царстве и сыновья и дочери божьи которые умирали за эту веру которые погибали за эту веру думаетесь они восстанут и не будут вместе с нами на его престоле править и выйдут и по пеплу нечестивка библиоте дядь плащик и песен обменные поступающие части будут как соломы попали ты грядущий день а господь салат астанец на от них да ни корня ни литвей ничего в лапе четвертого глава видите вот как это произойдет поэтому и господь заметил когда он уходил с этой земли говорить что не скоро буду с вами до принимать это причастие только когда уже будут там сарится отца моего и он оставил нам эту заповедь заповедь которая нам дает что силу дает уверенность дает понимание и скажите время сейчас наступило 3 часа 15 минут есть слава господу поэтому причастие должно после 15 00 начинаться ведь его даже и здесь полностью соблюдаем этот порядок потому что жертва нам было уже принесена после 15 0 это была вечерняя жертва вот почему он сопринимали вечернее время вот почему должно быть особенное причастие это не булки там напекли там с маслом там еще чем-то на подсолнечном сахарком чуть-чуть или с пудрочками чтобы людям было вкусно это не то это не та пасха а должен быть маца это хлеб и вода это соединяется то есть мука и вода это представляет слово и дух поэтому мы причастями все поэтому становимся одно тело сопричастниками этого это все представляет слова и дух это христос и отец отец и слова это одно вот почему я войду вас и мы придем кто слова и дух и обитие сотворят я попрошу брать вниз выйти сюда мы поднимемся с вами на нашу об этом с вами первое христос и нам одиннадцатую глобу библия здесь нас учит так именно по причастие как оно должно происходить и апостол павел обращается к коринфянской церкви старшим церкви смотрите 23 стих он и боя от самого господа принял то что и вам передал апостол павел правильно придет информацию или нет правильное что господь иисус ту ночь который предан был взял хлеб и вас благодарив преломил и сказал примите едите сиесть тело моё за вас ломи мое это творите в моё воспоминание такие словам скалку ночь такие слова также и чашу после вечера и стал сия чашей есть новый завет моей крови сие творите когда только будете пить в моё воспоминание ибо всякий раз когда вы едите хлеба этот и пьете чаше сию смерть господню возвещайте до волю он придет посему кто будет есть хлеб этот или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господень до испытывать же себя человек и таким образом пусть есть от хлеба всего и пьет и чаши сей ибо кто ест и пьет недостойно тот есть и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господнем от того многие из вас немощные и больные и немало умирает ибо если бы мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром посему братья мои собираясь на вечерю друг друга ищите а что значит собираясь на вечерю друг друга ищите это не потому что кто-то сейчас должен еще залететь с работы запыхаться пришел наконец-то пришел а мы тут ждем тебя уже два часа нет собираясь на вечерю друг друга ищите это значит может у кого-то еще не проведено правильное состояние в его сердце может быть кто-то где-то с кем-то погрызся или что-то там произошел дома и так далее и он знаете в таком состоянии то есть он не может принимать эту вечерю господню может у кого-то есть какой-то несповеданный грех может быть у кого-то есть то есть поэтому должен привести сейчас себя перед богом в порядок поэтому и для этого и молимся друг друга ищите когда мы будем молиться чтобы каждый просто проверил себя да испытывает же себя человек мне не надо испытать его его или тебя и тогда для испытываешь себя человек в очень разница между иерархией и между тем что бог сотворил бог создал человека для чего чтобы ведь общение с ним с ними ведь общение бог и человек и когда человек пал он отошел от присутствия Господнего пал. И никак человек не мог вернуться в это общение до тех пор, пока Бог не послал кого? Спасителя, искупителя, примирителя, который вновь примирил нас с ним. И поэтому примирение нужно было для того, чтобы примирить нас с Богом, нужна была то, что и было в Эдемском саду. Жертва. Когда Бог заквал за них ангсты и дал им кожа надежды, сорвал эти смоковные листья их религии, которые они пытались прикрыться. То же самое сейчас. Бог дал нам примирителя. Господа и Спасителя Иисуса Христа. И Он примирил нас с ним. Аллилуйя. И поэтому теперь ты и Отец, через имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, через Своё имя, ты приходишь к Нему. Ты и Он, повторяю. Ты можешь только попросить извинения у меня в том случае, или у неё, или у кого-либо из вас, если ты согрешил против него. Понимаете мысль? Если ты согрешил против человека, то ты пойди к человеку и примирись. Если ты знаешь, что брат вы что-то имеют против тебя, пойди к брату и примирись. А когда люди имеют, знаете, вот здесь что-то вот, вот здесь вот что-то вот, они сидят на забороде, улыбаются, но на самом деле люди ненавидят рядом сидящего, то лучше не подходить к хлебу. Ты делаешь только в осуждении с небес, а то у ноги немощные, больные, что значит немощные, что значит болезнь, и нас же столкуют. И немало умирают, как умирают? Друг дом умирают. Это ещё хуже смерть, чем физически. Сколько много сегодня мёртвых вот, типа живого, на самом деле внутри Библия говорит мёртв. Это отрёкся имени моего. Видите? Мёртв. Поэтому пусть Бог благословит, когда мы будем с вами молиться, и когда мы будем молиться друг у друга, за друг у друга, мы также и помолимся сразу же за этот хлеб, потому что Господь взял хлеб, вас благодарил, преломил и сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова